В посёлке Мана открылась новая общеобразовательная железнодорожная школа. Это современное здание, которому могут позавидовать даже крупные города. На новоселье побывал губернатор края и наш корреспондент Денис Денисов. Этого праздника ждали не только в Мане. В новую школу Красноярской железной дороги теперь смогут ходить ребята из ещё пяти сёл партизанского района. 220 школьников в одну смену. Здание, в котором справили новоселье, считается современным даже по меркам больших городов. Комфорт, в первую очередь. Комфорт для детей, для педагогов, для работы. То есть поле деятельности очень широкое. Здесь есть целых пять залов. Актовый, два спортивный, хоровой и танцевальный. Кабинет химии, информатики и просторная библиотека. Школа построена с учётом суровой сибирской погоды. Здесь всегда тепло и уютно. Здание оборудовано и современной системой безопасности. Видеокамерами просматриваются как периметр школы, так и все внутренние помещения. Красноярская железная дорога остаётся одним из немногих предприятий, которые самостоятельно строят школы и детские сады в отдалённых населённых пунктах нашего края. Всего в них учатся более полутора тысяч ребят. У нас идёт мощное развитие южного участка железной дороги, строительство вторых путей, развиваются предприятия. Ученики, которые заканчивают эту школу, получают направление в наши вузы, техникумы. Мы, конечно, их готовим уже будущих специалистов, готовим для работы на железной дороге. Двери школы открыты для всех детей. Неважно, из семей не железнодорожников или нет. Здесь много программ. Создана целая система для развития научного потенциала и творческих способностей ребятишек. Это новый этап жизни и школы, и всего посёлка, и всех, кто связан с станцией, с другими объектами, которые здесь имеют железная дорога. Поэтому это будущее, это перспективы, это стратегия, как хотите. И это вызывает самые большие чувства благодарности. Кстати, это лишь один из более чем 20 социальных проектов Красноярской магистрали. Всего на территории нашего региона работают 13 железнодорожных детских садов и две школы. Это уже полторы тысячи юных жителей Красноярского края. Денис Денисов, Евгений Шестаков, 7 канал.